Что ж, всем привет, с вами Арбелин, это студия StarLadder TV. Сегодня мы будем с вами смотреть за противостоянием двух замечательных команд. Команда Yellow Submarine и команда Aspera. Это SLTV пресезон Star серии, собственно говоря, Best of 3 каточка. Ну и давайте немножечко посмотрим на пикабаны. Команда Yellow Submarine, их незаменимый и неизменный капитан Кант Забанил Лешрака Квапу, ну в принципе, мы с вами уже много раз говорили и отмечали, что это достаточно дефолтные баны для нынешней меты. Это то же самое, что раньше банили Троля с каким-нибудь там Джиггернаутом или СФ. Ну ладно, не будем отвлекаться. Так вот, забанил он, собственно говоря, Лешего с Квапой. Взял себе Виверну с Шейкером. Вот дизейблеров, двух таких хороших и саппортов, и дизейблеров. Особенно стоит отметить дизейбл Виверны. Если грамотно кидать ульт, то замес можно выигрывать просто в салат. Ну и команда Аспера, шарфик, капитан команды, вернулся он. Кто следит за ростом Асперы, за составом, за их новостями, что у них вообще происходит. Хакон ушел у них, еще пару ребят ушло. Ну, собственно говоря, немножечко обновили состав и будут пробовать сыгрываться. Забанили Виспа, СФ, Бруду, пикнули Тузка с Дазлом. Ну, в принципе, тоже неплохой вариант. Тоже неплохой вариант и вполне-вполне даже сносный. Так, ну а что же команда Елла Субмарена? Забанили Гирокоптера с Блудсикером. Ну, Гирыча забанили по той же причине, что и Леширака абсолютно неприятный герой. Против него вообще очень сложно играть, даже вот имея вот такого шейкера и Виверну, очень сложно против Гирыча играть. Потому что герой очень качественно фармит. Если ему давать спейс, хорошо дерется. Даже если нету каких-то крутых итемов. Может в любой момент за счет кулдауна своего ультимейта. Хорошо провести замес, помочь своей команде. Ну и, собственно говоря, перевернуть немножечко игру в сторону своей команды. Поэтому вот Гирыча банит. Леширак сам по себе просто противный, ужаснейший герой. Очень много дэмэджа вносит. Очень жирный получается в лейте. Против него очень тяжело играть. В принципе, контры достаточно много. Можно пикнуть взять того же Хускара против Лешего. Можно спокойно пикать. Но вот проще просто не выдумывать вот этих всех Хускаров, Пуган и антимагов, которые контрят Леширака. А проще просто забанить этого Леширака и пикнуть то, чем тебе проще играть. Именно поэтому вот такие баны на наших экранах сейчас мы с вами наблюдаем. Ну и Аспира забанили еще Вайпера. Вот Вайпер мне не совсем пока что еще понятен. Но, возможно, какая-то заготовка есть под дровку. Потому что пикнули визажа. Вайпер очень хорошо справляется с дровкой. И поэтому вполне вероятно, что могли убрать Вайпера именно из-за этого. Но тут вот Лансер... Ну, в дровке нет шансов против Лансера. Да, да, поэтому здесь сразу Спектра. Очень сильный пик, что у Субмарин, что у Аспиры. Только вот единственный моментик команде Аспири нужно помнить. То, что Спектра не может драться, в отличие от Лансера, в Early Game. То есть ей надо хотя бы до мидгейма дожить, выформить Радианс. Тогда уже можно куда-то врываться, что-либо делать. Но сейчас мы с вами прекрасно понимаем то, что абсолютно ничего не получится у этой Спектры. Потому что, во-первых, есть Шейкер с фиссурой, который будет полностью дизейпить любые попытки нападения этой самой Спектры. На того же Лансера, на оффлейнера какого-то, да. То есть Шейкер, я уверен, будет роумящей здесь, если он не в оффлейн пойдет. Единственный плюс Аспиры, то, что у них тоже есть неплохой дизейбл в качестве визажа. То есть огромное количество замедления. Плюс Туск, который может сайс шардами и шариком вкатиться. И вот плюс еще Даггер может кинуть Спектра. То есть дэмэджа тоже хватает у Аспиры. Но я все-таки настаиваю на том, что Спектра вот в таких играх должна фармить. Не нужно ей вот это драться. Это не тот герой. Это как антимаг, который без БФ идет драться. Ну, смысла нет. Ну, будет у него 1-0-1, окей. Но он БФ выформит на уже минуту, а то и две позже. А тайминги в Доте решают очень многое. Вот он, Шторм Спирит от Елого Субмарин. Понимает, что пока Ланцер будет фармить, нужен какой-то сильный герой, на которого нужно опираться. И решили взять Шторма. Штормецкий, в принципе, будет неплохо справляться. После, там, 7-8 левела сможете выйти с мида и идти гангать. Ну и в бан у нас долетели Феникс с паком. Опять же, заметьте, от чего избавляются ребята. То есть от массовости, от массовых скиллов, от массового Сайленса, от массового замедления, от массового урона, от, опять же, массового Дизейбла в качестве пака. Да, там и Сайленса, и Дизейбл есть. Тримкоил, если брать. Ну а здесь избавились просто от таких вот жирных героев. Но, опять же, от Феникса избавились по понятной причине, потому что там яйцо было очень сильно мешало бы и Туску вот этому, и Тинкеру, и Спектре. То есть яйцо здесь вообще лишнее в этой игре. Ну и СФ понятно. Почему? Просто по той же причине, что Ильишрак. Имбалансный герой, которого надо немножко ввести в баланс. Да, друзья, прямой эфир и такое бывает, но что поделать. Так, ну и Акс залетел последним пиком для команды Yellow Submarine. Посмотрим, что из этого выйдет. Интересная задумочка. Так, ну что ж, друзья, начинаем мы с вами смотреть. Я напоминаю то, что это Best of 3. В Best of 3 может случиться всякое, поэтому, мне кажется, карточки будут очень интересные. Ну и что, давайте пройдемся по составам, быстренько посмотрим, кто с кем. Команда Аспера. Шарфик сыграет на Даззле, Зеопати сыграет на Спектре, Кинг сыграет на Тингере, Гостик сыграет на Тузке, ну и Мейден сыграет на Визаже. Ну и команда Yellow Submarine. Давайте, собственно говоря, на них посмотрим. Тут, кстати, сейчас потасовочка может быть, поэтому... Давайте посмотрим сперва на потасовочку. Да, вот тут Апати начинает цеплять. Копье, фиссура. Ну и вот она Спектра, которая абсолютно ничего сделать против такого количества дэмэджа не может. Драться абсолютно этот герой не способен на таких минутах. Ну и команда Yellow Submarine. Кан сыграет на Шикере, Бараш сыграет на Шторм Спирити, Гидрокс сыграет на Акси, Мепошка на Фантом Лансере, ну и Носик сыграет на Винтер Виверне. Быстрый делают фраг до выхода крипов. Ребята из команды Yellow Submarine вардят. Вардят как... Как вот просто про. Ставят сразу два таких варда, чтобы просто полностью увидеть, что происходит вот в этих точках во вражеском лесу. Чтобы понимать, когда будут отводы, когда будут возможные ганги, когда будут возможные перемещения в сторону руны. Ну, в общем, делают, в принципе, пока что все правильно. ЕСы безошибочно отыгрывают первые 20 секунд этой встречи. Ну что, мы будем наблюдать на лайнах. Туск офлейн против Акса на Изилейне. Ну, в принципе, офлейнеров решили поставить против друг друга. Тинкер будет стоять против Шторма. Ну и здесь трипла на триплу. И знаете, что я вам хочу сказать, что все-таки сильнее трипла у Yellow Submarine. Ну вот, опять Апати подцепили. Да, тут есть бейв от Дазла, но мы понимаем то, что не всегда будет удаваться Дазлу подхилить. Демипошка вообще ничего не боится. Пошел вот так. Ну, цеплять просто здесь, понимаете, вот тут цеплять у этой триплы нечем, а эти ребята могут подцепить. Эти ребята могут подцепить и убить. Вот в чем проблема сейчас команды Аспера. Они это прекрасно понимают. Пытаются играть более сейвово. То есть, мы видим, не отходит ни на шаг от своего кэри. Пытаются ему всячески помогать. Но вот, если эта Спектра нафармит, она, конечно же, эту игру сможет затащить. Потому что, ну, тут пока нет таких героев, которые могут Спектру напрямую убить. Хотя, как-то уже я говорил на своем стриме, что если сравнивать в глубоком лейте Лансера и Спектру, то мне все-таки кажется, Спектра посильнее будет. Но, опять же, не факт. То есть, зависит от артефактов. И от ситуации, и от команды. Там много чего сразу надо брать в расчет. Ну, вот Кан здесь забирает баунтируну. Или же отдаст ее все-таки Барашу. Нет, сам забирает. От Бараши и так скоро будет Боттл. Вот есть Фиссура. Надо Фиссуру всегда класть ему по двум фиолетовым. То есть, по Апатии и по Шарфику. Для того, чтобы исключить возможность подхиливания. Ну, как мне кажется, удастся. Удастся здесь ЕСом выиграть эту линию. Пока что все на их стороне. Ну, Апатия начинает боковать. На носика не совсем. Я понимаю, что делают. Кант ловит даггер. Вот. Ну, вот она ошибка первая. Сейчас могут поплатиться. Но у Мипошки пассивка-то в кулдауне. Да, поэтому повезло. Так бы здесь Апатия умирал бы. Если пассивка была бы не в кулдауне. Мипошка просто через редклик бы его догнал бы. И там двухтычек хватило бы, чтобы убить Апатия. Апатия. Да, вот она спектра. Пока что не оправдывает себя абсолютно. Вот мне кажется, даже какая-то нага была бы реально полезнее. Если так уж захотелось за иллюзионистов поиграть Аспири, то могли бы какую-то нагу даже взять. Это просто равносильно то, что в нынешней мете против вот такого количества дэмжа, такого прокаста, взять какого-то терблейда и сказать, что ты выиграешь доту. Возможно, ты и выиграешь доту, но твоя команда ее проиграет. Это 100%. Потому что пока ты будешь фармить, спейсов очень тяжело создать. Вот просто здесь есть тинкер. Да. На него надежда. Сейчас будут гнобить спектру. Спектра будет, так скажем, если совсем уж по-русски говорить, то не очень хорошо себя чувствовать. Тинкер начнет летать, начнет пускать марш-машин по карте и будет пытаться с туском напару, с визажом, вот как-то напрягать команду Yellow Submarine. Но тут вот, опять же, нужно дожить до того самого лейта. Вот мипошка немножко не рассчитывает силы и сейчас может погибнуть. Да. Мипошка погибает и счет становится 1-1. Вот так не нужно делать сейчас ЕСом, на самом деле. Ланцера отдавать ни за что нельзя, потому что спектра на ассистах может дожить спокойно до мидгейма. Ну а дальше я вам уже объяснял на стадии пиков, что будет не очень приятно. Ну и опять нападение на шарфика. Да, мипошка в этот раз уже должен его добивать, но здесь Крест вешает на себя шарфик. Мипошка немножко отходит и в итоге засейвили, засейвили Даззл. Даззл делает тэп-аут, благополучно отсюда уходит. Вот пока ничего интересного, кроме как на топе умер у нас Акс. К сожалению, не успел я вам этого показать. Вот Гостик делает свой первый фраг. Вот они, шарды. Вот правильную позицию совершенно выбирает Апатия, безопасную для себя. То есть стоит по таврам, вот тут и нужно стоять. Не нужно никуда далеко отходить. По одной простой причине, потому что здесь есть фиссура и здесь есть виверна. Этого достаточно уже для того, чтобы стоять возле тавара. Вот опять он остался один, очень сильно рискует получить фиссуру и просто быть отрезанным от какой-либо хелпы. Вот здесь останется он здесь и его просто-напросто убьют. Так что ему нужно быть осторожнее. Вот так Носик поспамливает вторым скиллом. Очень неприятно. Приходится постоянно Даззл следить за хитпоинтами своих тиммейтов. Не давать хп сильно просаживаться. Особенно хп спектры должно быть все время в поле зрения того самого Даззла. Ну вот ланцер даже у нас с ботлом. Ну вот она фиссура. Вот он отхилл. Неплохой второй скилл от Носика. Получает он замедление. Крест вешается на визажа. Кант готов. Готов просто драться. Ну вот оно копье и Даззла убивают. Вообще мяпошка мог попробовать и в апатии это копье дать. И убили бы сейчас еще и апатии. Но решили вот Даззла устранить. Что пушь наверняка. Продолжается пассивная линия у команды Аспера. На других лайнах тут видите что происходит. Даззл улетел на топ и Гидрокс в очередной раз погибает. Вот Акс пока плохо себя чувствует. Туск все-таки посильнее его на линии оказался. Здесь Хасту забирает Бараш. Будет пытаться наверное что-либо предпринять на карте. А что он здесь будет предпринимать? Заходить куда-то в спину это слишком глупо. И не перспективно. Вот здесь драка. Тем временем апатии пытаются убить. Апатии убивают. Вот Мадана тоже убивают. И вот Мипошка в принципе и подкормился. Сейчас еще побьет Тавр. Да, вот он и Тавр. Полторы тысячи у него на руках грубо говоря. Может в принципе любой выбрать билд. Либо через барабаны какие-то. Ну в очередной раз погибает у нас на топе Акс. Ну очень ему здесь плохо стоять. Ну просто Акс это тот герой, который врыватор. Он не тот герой, который может и выйдет там всяческие врывы. То есть у него нет никакого эскейпа. И просто вот Туск спокойно дает шарды. Спокойно дает сноубол. И может просто его постоянно вот с панча забирать. Плюс там еще Дазл постоянно приходит. Ну в общем там очень неприятно. Вот апатия. Вот у него 200 хп. Ничего он сделать не может. Тут еще кстати Кант воюет с Маданом. Там замедлил Мадан своего оппонента. Пытается убежать. Даггер попал кстати неплохо. Ну что. Попробую сейчас с Туском ворваться. Туск очень хорошо себя чувствует. 3-0-0 у него. Вот они с макаш. Чтоб не долетел сноубол. Но в шарды все равно Кант попадает. И это фраг. И знаете сейчас Аспера на самом деле начинает делать тот самый спейс для спектры. И спектра наконец-таки может спокойно постоять. Хотя бы пару минут порайдкликать. Это очень важно. И у Шторма дела обстоят. Что самое главное. Очень хорошо у команды ЕС. Дазла убивают на топе. На этот раз Акс все-таки делает то что он умеет. Берсекер Скол. Ну и Кулин Блейдом разрубает этого самого Дазла напополам. Ну и Гостик в засаде. Готов уже сноуболить. Вот он сноубол. Вот они шарды. Вот он панч. Но на этот раз здесь прикрытие со стороны конечно Канта. Зря. Зря Гидрокс здесь давал Берсекер Скол. Очень хорошо его засейвил Кант. Но зачем было сюда... Дальше вот так наклеить непонятно. Сейчас спектру опять подкормят. Но нет. Здесь Мепошка уже по таймингу. Апатия отправляется в таверну. Пытается здесь с Носиком разобраться. Носик погибнет. Вот Мепошка пытается драться до конца. Мадан на развороте кстати может попробовать. Но нет. Здесь еще и Бараш прорывается. Мадан погибает. И Шарфик тоже отправляется в таверну. Ну и счет 8-8 собственно говоря становится. Вот он Шторм. Как я и говорил. Девятый, восьмый левел берется. И можно уже ходить гангать. Спектра приобретает себе важный артефакт. На такой минуте это ПТ. Жира абсолютно никакого нет. То есть 872 хп это ни о чем. Если учесть то, что копье там снимает около 300. Ну 250 хорошо. Плюс копьешь иллюзия бьет. Плюс ты еще с пассивки ударишь. То есть грубо говоря вот Мепошка там за один удар 300 снесет. С копьем. Плюс здесь есть Шторм. Здесь есть Виверна. Здесь есть Шейкер с фиссуры. Ну то есть Спектра не готова к боевым действиям абсолютно. Единственная опять же надежда я говорю. Это связка Тулска с Тинкером. Им нужно что-то придумывать. Ну и саппортом команды Аспиры естественно нужно помогать. Вот он поизон тач. Ланцер сразу на топель гангере и уходит. Скидывает себя дебаф. Ну и в принципе чувствует себя абсолютно хорошо. Бараш будет баунти руну здесь забирать. Засейвил для него Кант эту самую руну. Ну а Патти будет покупать себе брасер. Успеет ли? Тут его могут перехватить нечаянно. Ну вот Бараш может доиграться на самом деле. Не стоило ему так сильно баковать. Поймали здесь Шарфика в ультимейт Виверны. Отлично. Гостик еще немножко даже наполучал. Вот Бараш очень битый. Надо отходить. Регенится. Мипошка решил пойти во Владмирс. Купил себе ПТ. Пойти в плотность. Ну против Спектры это правильное решение. Здесь через сплитфушинг играть большого смысла нету. Хотя играет ребята против Тинкера. Но мне кажется здесь будут все-таки дела обстоять только замесом. Можно будет решить кто сильнее. Вряд ли здесь будут играть через жесткий пуш. Данает Тавр. Убивает в очередной раз Акса. Акс это провал. Это просто провал. 1-5-0 у него. На 13 минуте никаких нету хороших артефактов полезных. А Спектра тем временем уже с Брасером. 0-3-5 у Апати. Это тоже провал своеобразный у Асперы. Но Спектра имеет свойство камбэкать. Зарабатывать кучу ассистов. Так, ну и что мы будем дальше наблюдать. Вот Владмирцы прилетели к Ланцеру. Тут сразу как тут появляется Тинкер. Получает копье на 187. Очень неприятно. Очередное нападение на Акса. Мне кажется, Аспера просто за счет одного Акса просто нафидится и выиграет эту игру. Акс, ну, чересчур сильно быкует. При том, что здесь есть огромное количество скиллов контроля, Акса пикать было не лучше идеи, поэтому, ну, не знаю, о чем они думали. Ну, думали под Азла, типа, взять, чтобы сразу Акс прыгал, контрил его через Берсейкл Сколл, не давал ему заюзать никаких воевов, крестов. Возможно, в этом была какая-то идея, задумка у ЕСов, но пока что не видно. Ну вот, можно сейчас спокойно ловить Носика. Сноуболл. Ну, Носик быстрее, конечно, на первом скилле. Ой, а тут птички могут много неприятностей доставить. Ну, и делают фрагты Миверни. Достаточно глупый фраг, если честно. Просто он пока ставил в арту, мог успеть, по-моему, слезть с хайграунда, на лоу граунд, но не успел. Не успел и за это поплатился. Птицы давали вижен, и его быстренько заковыряли просто Аспиры. Ну и знаете, что Аспиры действительно сейчас играют достаточно уверенно, по сравнению с тем, что они показывали в прошлых играх. Сейчас они стали играть намного увереннее. Мипошка нападает на Апати, Апати уходит на Шейкера. Шейкер даже этого, кстати, не замечает. Как-то для Аспиры сейчас все складывается очень хорошо. Вот прям правда. Если еще спектрап нафармила бы своевременно, то вообще все будет круто. Ну, что касается нетворсов, в принципе, все ровненько, но кроме спектры. Вот у спектры совсем все плохо. 3700 на такой минуте это очень-очень мало. Надо камбэкать, надо фармить, надо фармить, стараться. Потому что Ланцер уже с хорошим артефактом. Да, он еще пока что на дэмэдж ничего себе не собрал толкового. Хотя Аура там прибавляет немножко к урону. Но все равно надо ему диффуза собирать какие-то. Что бить очень-очень больно. Носик пытается засейвить Канта. Ракеты летят по откату просто со стороны Тинкера. Ну и пауза у нас в игре ставится. Что-то рисует у нас апатия. А возможно просто вводит в заблуждение. У Тузка, кстати, хороший артефакт. Есть у него Глимер Кейп. Сейчас ему тоже что-то должно прилететь. Это стики, по идее. Да, это грыжные стики. Ну, почему бы и нет. Можно будет попробовать по итогу выходить уже в более какие-то серьезные артефакты. Там в Аганим какой-то или в Даггер. Если сейчас все будет у Асперы продолжаться в том же духе. Что касается Тинкера. Ну, вы сами видите. Все есть уже у человека. Что нужно для счастья. Есть Травела, есть Даггер. Он уже очень мобилен. Он может прилетать, во-первых, в любую точку карты за счет птиц визажа. Это очень круто. Ну и во-вторых, он наносит сейчас огромное количество дэмэджа. У Дазла есть урна. Будет выходить в медальку. Спектра. Ну, спектра это спектра. Хотя, стоп. Не в медальку он будет выходить. Или же все-таки в медальку. Ну, зачем две медальки, я не знаю. Ну, ладно. У визажа тоже медалька. Возможно, так надо. У Шейкера Арканы, у Шторма выход в Блудстоун. Нужно дофармить рецепт. У Акса ужасный. Ужасный результат. Вообще ужаснейший. Нету Даггера. Надо ему этот Даггер где-то находить. Ну, и Мипошку здесь поймали, убили. Только хотел я на него посмотреть. Успел он закупить Блэйд оф Алакрити с телепортом. 4-2-3 у него. Ну, вот Ланцер, да, на таких стадиях он хорошо терется. Но когда его ловят одного, он, к сожалению, просто после юза Доппельгангера становится юзлисом полнейшим. Бараш нападает на Апати, но здесь Гостик вкатывается просто на сноуболе. Бараш может сейчас очень сильно пострадать. Пытается зафокусить Апати. Апати уходит. Ну, и Бараш здесь находит свою смерть. Просто, что творят Асперы сейчас? Если играют в своем духе, это видно. Единственный фейл, который я пока что заметил, это фейл с Аксом. То, что он абсолютно пока что не заезжает. Но Асперы действительно играют на Гулу выше, чем они играли, допустим, позавчера. Или когда они последний матч играли в пресс-сезоне про-серии. Ну, вот Тинкер начинает летать. Начинает потихонечку выходить в какие-то артефакты. У Штормецкого мы уже с вами смотрели. Ну, здесь будет Диффуза. Или, возможно, Яша какая-то, а потом Диффуза. Посмотрим, как он решит. Ну, и Верные Арканы. И вот она, вторая медалька удастла. Ну, и Транквилы себе еще приобрел, чтобы быстрее передвигаться по карте. Совершенно правильное решение. Випошка стоит в ожидании крипов. Надо им оформить, он это прекрасно понимает. Здесь в Смаках саппорт команды ЕС. Готовы они кого-то подловить на руне, возможно. Видят, кстати, сейчас, наверное, или слышат, чем занимается Тинкер. Ну, уже даже увидели. Вот он носик. Носика замедляет. Будут пытаться ловить. Здесь хорошая фиссура от Канта. Носику нужно уходить. Чем быстрее, тем лучше. Да, успел он отойти. А вот Мипошка, что здесь так долго забыл, непонятно. Вот оно, копье. Через пассивку подъехал и побежал домой. Ну, Гидрокс пользуется ситуацией, что никто к нему на линию не приходит. В леса к нему тоже никто не приходит. Здесь, кстати, Шторм просто соло убивает Тинкера. И тут еще Хелпа идет в качестве Гидрокса. Но вот Гидрокса вообще лучше туда сейчас не идти. Его сейчас опять убьют. И опять отсрочат даггер. Вот они, шарды на шару. Но Туск в этот раз промахивается. Ну, и Бараш отыгрывает действительно неплохо. 4-1-1. Есть у него уже рецепт на Блудстоун. Гидрокс через скрипа получит себе даггер. И сможет врываться, помогать своей команде. Но тут действительно Акс нужен, чтобы ловить Тинкера того же. Вот о чем я только что подумал. Это действительно неплохая контра Тинкера. Поэтому Акс все-таки ЕС-ом вполне даже заезжает. Но посмотрим, как он еще врываться будет. Знаете, бывают такие Аксы, которые покупают даггер и юзают его пару раз за игру. Виверна у нас погибает. Очень быстро и неожиданно. Апати начинает драться с Мепошкой. Ну, вот у Мепошки просто Аджор есть. А Спектра с Момом. Спектра с Момом. Я думал, мне показалось, но... Нет, мне не показалось. И это странно. Необычный билд для Спектры и для этого патча. Действительно, очень необычно сейчас собираются ребята. Но ладно. Две медальки. Мом на Спектре. Ну, по крайней мере, знаете, какая есть отличная поговорка. То есть, прав тот, кто тащит. То есть, Аспера сейчас ведут 16-10. По графикам мы сейчас с вами взглянем действительно на ситуацию, что происходит на карте. На карте, в принципе, происходит 2000 в пользу Асперы. По опту и по золоту тоже приблизительно 2000. То есть, пока что они тащат эту игру. Пусть и с небольшим преимуществом, но в любом случае... Пока что их стратегия работает. Мепошка с диффузами. Вот он, ну что. Нацелился я на иллюзию, поэтому сразу не увидел. Здесь, кстати, погибает у нас визаж. Ворвался, наконец-таки, Акс с Даггером. Реализация Даггера. Ну, купил, сразу ворвался. Все правильно, в принципе, делают сейчас ребята. Ну, и на боте у нас драка. Напали на Мепошку. Мепошка здесь не выживает. Вот сразу разная агрессия у команд, да, в разных частях карты. Бараш пытается напасть на Апати. Хороший врыв от Гидрокса. Это будет Персеклс Колл по двоим. И Куилинг Блейд также по двоим. Вот Гостик прячется в Гриммер Кейпе, но также погибает. И вот Аспира один раз подставилась и сразу же потерпела поражение, так скажем, в этой драке. Очень многое они сейчас отдали своим соперникам. Ну, минус 4 сделать и вот Спектра с Момом. Вот что самое важное. Ну, возможно, Момом был взят из разряда того, что побольше мувспида, больше скорости атаки, для ранних драк более полезен. Ну, такое. Посмотрим на следующие артефакты. Возможно, просто я чего-то не понимаю, но... Одно я понимаю точно. 12 зарядов у Шторм Спирита в Блудстоуне и 3200 сверху. Можно сейчас начать потихонечку задумываться о каких-то других артефактах. А кто знает, можно БКБ себе какое-то там купить на Шторме. С БКБ-то Шторм уже очень-очень суровый становится парень. Шикер почти доформил себе Даггер. Нет, это будет Орчит. Это будет Орчит. Гидрокс 1500. Ну, ему... Плэтмейл без вариантов здесь нужен. Ланцер фармит. По дефолту Виверна пока тоже ничего интересного не имеет. Ну, какой-то Глимеров Кейп, я думаю, носик себе соберет. Смог покупает там себе Шикер. Ну и пушат, пушат. Смотрите, Аспера по боту. Начинает подпушивать. Гуляет он у нас здесь. Товарищ Апатия-1. Ну, это всегда вот хорошо играть на Спектре, потому что можно с любой точки карты ворваться. Если есть тюртимейт, ты можешь себе позволить фармить. А если трака начнется, сразу ворваться. Поэтому вот Спектра в чем-то даже имбовая становится вот из-за такого. Потому что ты можешь фармить, не отвлекаться вот на такой пуш. Мид здесь падает. На топе, кстати, Т2 только что рухнула. В миде Т1 только что рухнула. Ну и вот здесь одна единственная башенка сейчас падает в размен на две. Ну, может быть, решили все-таки выйти в Радианс на Спектре. Потому что 2400 пока никаких приобретений. И вполне возможно, что это будет Радианс. Шторм подфармливает. Что-то ему уже летит. Два телепортика. На всякий случай, чтобы можно было, если что, вернуться. Акс там поймал, кстати, Туска. Туск прячется. Неплохо. Влетает бараш. Спектра разультовывается. Ну, надо же, разультоваться было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, это просто провал. Апатия, апатия. Ну, что же ты делаешь? Ну, и Тинкер, который сейчас просто погибнет. Ну, на самом деле, это провалище. Тут можно уже писать ГГ, потому что... Ужасно потравили сейчас Аспиры. Они и так загнобленную Спектру только что продали еще раз. Ни за что. 1,5,11. И если мы посмотрим просто на Fight Recap, мы увидим огромные цифры. Мы видим около 5000 по золоту. И мы видим около 6500, опять же, по опыту. За одну драку. Это очень большие цифры. Опять же, для 27-ой минуты. Не забывайте об этом. Ну, и Рошана также отдают. Просто вот почему сразу ГГ писать? Не потому что, типа, я так люблю, чтобы команды быстро сдавались. Нет. Просто здесь вот очень важную драку они проиграли. Не надо было вообще лезть сейчас Аспирам. Они неплохо фокусили по одному, по два, ловили и убивали. Зачем они сейчас полезли, я не совсем понял. Визаж будет выходить в аганим. Значит, Даззл должен выйти в Солар Крест и вешать его на Спектру. Чтобы Спектра жила подольше. Но вот тут Бараж просто подлетел с 17-ю зарядами в Блудстоуне. И вот оставил 400 хп мейнкэрри команды Аспира. И он продолжает стоять. Он знает, что он может сейчас влететь на Мэйдана. Вот тут просто птица воскрешалась. Ну, не воскрешалась, а вставала. И он боялся, что... Тут еще кто-то может быть. Мипошка 1700 435 с Яшкой уже бегает. Ну, не лучшая игра от Лансера. Не то, чтобы прям Мипошка плохо отыграл. Просто за Лансера надо немножко поживее как-то играть. Больше можно было бы иметь на этой минуте. Имеется ввиду и фрагов, и ассистов. Ну, ладно. Пусть фармит. Есть и получается. Шадоу-амулет у Шейкера. Интересно, будет ли это Глиммеров Кейп или все-таки в Шадоу Блейд. Но я думаю, Глиммеров Кейп логичнее. Вот он Сулар Крест, кстати, от Дазла. И тут драка. Ну, как сказать драка. Тут избиение Тинкера. И Тинкер погибает. Потому что Орчет слетает и наносит дамаг. А так он, кстати, выжил. Если бы Орчет не нанес бы ему критический дамаг, то он бы выжил бы. Но так Орчет его просто-напросто добивает. Вот они, Шарды. Да, вот Тузка жалко на самом деле. Вот знаете. Потому что он действительно клево отыгрывал. И сейчас продолжает отлично отыгрывать 5-2-10. Гостик, отличная игра. Но, к сожалению, вот... С пиком, наверное, все-таки спик-три погорячились. Начинают расстреливать потихонечку Т3. Понимают сейчас прекрасно ребята из команды Аспира, что в спине стоит Акс. Врываться вообще не рекомендовано. Да, там Блэдмейл и на подходе Аганим. Кому захочется врываться. А тут Шторм с Аегисом, который делает ТП на топ. И хочет убить сейчас Апати. Да, он это и делает. В принципе, влетает, вешает Орчет. Начинает избивать Апати. Апати сделать абсолютно ничего не может. Но тут, кстати, Тинкер неплохо влетел с лазером и ракетами. Но Тинкер может сейчас не выжить. Да, Тинкер не выживет. Потому что здесь отличнейший просто врыв от Гидрокса тайминговый. Ну, есть вот просто Тимспик у Есов. И с этим поделать, к сожалению, ничего сейчас Аспира не может. Слишком хорошо они общаются. Какой эхо слэм сейчас от Канта? Ну, это просто забей. Магин единственный, кто остался живой. Это второе минус 5 меньше, чем за 5 минут. Поэтому все-таки пора бы написать, наверное, GG. И попробовать вторую карту как-то в Аспиром затащить. Но ЕСы здесь уже 100% по графикам вышли далеко вперед. Мы видим вот этот переворот. И просто график обрывается. Обрывается вниз. И тут уже, к сожалению, Аспиры сделать ничего не могут. У них, считай, сейчас минус мид и минус нижняя сторона. Потому что она побитая. И, скорее всего, именно туда сейчас должны идти ребята из ЕС. Потому что ничего им не мешает. У Пороша, правда, Егиса нету. Но у него 6500 на руках. 22 заряда в Блудстоуне. Но я не знаю, что тут должно произойти, чтобы Аспира как-то выиграла. Да, и вот Апати пишет с GG. Ну, провальный пик. Вот он, Мом. В спектре, друзья. Вот, наверное, вот так я сделаю. Это будет самое понятное объяснение всему происходящему на экране. Ну и, собственно говоря, это 1-0 в пользу ЕС. Сейчас небольшая музыкальная пауза. И мы вернемся с вами на вторую карту этого противостояния. Никуда не уходите.